Москва, Кремль. Здесь, в самом центре столицы, уже девятый год подряд проходит книжный фестиваль Красная площадь. Шатры и площадки для мероприятий крупнейшего литературного фестиваля страны разместились на всем пространстве от исторического музея до храма Василия Баженного. Отдельный павильон истории Отечества традиционно открыт и у Российского исторического общества. Заключительный день фестиваля посвящен Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день Красную площадь посетил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Первое большое издание по истории Академии, ее создание, связанное с 300-летием. Ознакомившись с новым форматом электронного вестника, Воронцова Поля, председатель Российского исторического общества пообщался с издателями и осмотрел другие павильоны. В одном из них Сергею Нарышкину подарили двухтомные издания дневников Александра Половцева, одного из основателей императорского русского исторического общества. Для нас, для тех, кто воссоздавал русское императорское историческое общество в форме российского исторического общества, вот ваша работа, вот этот труд, это как бальзам на сердце. В каждом павильоне есть книги, которые посвящены истории нашего Отечества. Это говорит о многом. Прежде всего о том, что у нас есть талантливые авторы, которые могут и интересно, и увлекательно писать о прошлом нашего Отечества. И одновременно это говорит о том, что в обществе не только сохраняется, но просто нарастает интерес к истории, великой истории нашей большой страны. Свои новинки на девятом книжном фестивале представили почти 400 издательств. Среди них московские и петербургские флагманы книжного рынка, а также издатели из 56 российских регионов и соседней Белоруссии. В этом году добавились издательства из внутрь Соединенных Территорий. Это ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области. Они впервые представлены на Красной площади, начинают ощущать себя частью большой России. И, конечно, в таком позитивном шоке от происходящего. Это интересно с ними, в общем, вот их впечатление, уже у нас стершиеся немножко за 9 лет для них. Это грандиознейший праздник. Идея проведения масштабного книжного фестиваля принадлежит Сергею Нарышкину. В 2015-м именно председатель Российского исторического общества в целях популяризации и развития чтения выступил с инициативой создания книжной ярмарки у стен Кремля. Предложение было поддержано президентом страны Владимиром Путиным. Прошло 9 лет с того момента, когда родилась эта идея проведения книжного фестиваля. «Красная площадь». Но этот проект не только продолжает жить, но и с каждым годом наполняется все новым и новым содержанием. На книжном фестивале представлены издательства практически всех уголков и регионов нашей большой страны. В том числе есть книги из Донбасса, из Новороссии. В ходе своего визита Сергей Нарышкин также посетил павильон детской литературы, где встретился с финалистами Всероссийского конкурса по этической декламации «История России в стихах». В нем ранее, по уже сложившейся традиции, они получили возможность выступить на главной сцене Красной площади. «О край родной такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о Русь, твое значение». Организаторами конкурса выступили Российское историческое общество, Фонд истории Отечества и Российская государственная детская библиотека. Участники состязания должны были записать видеоролик с декламацией стихотворения, посвященного Отечественной войне. «Серафим читал стихотворения Андрея Владимировича Дементьева. Андрей Владимирович Дементьев был здесь на первых фестивалях, выступал и подписывал свои книги. Он ушел из жизни пять лет назад, и теперь ребята, которые никогда его не видели, читают его стихи, а это значит, что искусство вечно». В этом году в конкурсе приняло участие более двух тысяч ребят из всех регионов страны. Сто заявок направили учащиеся из Донбасса и Приазовья. «Такое массовое участие в этом конкурсе говорит о том, что очень много ребят в школе увлекается не только поэзией, но и историей. Это не случайно, ведь Клио – это тоже одна из мус. И поэтому многие из наших выдающихся писателей, наших выдающихся поэтов лучшие свои строки посвятили нашей истории, выдающимся деятелям нашей истории. И сегодня многие из этих стихов благодаря вам, ребята, прозвучали на этой сцене». Литературный праздник в сердце столицы подходит к концу, а павильон «История Отечества» будет готовиться к следующему юбилейному фестивалю «Красная площадь». Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества»